Президент Республики Казахстан Касымжумар Токаев дал интервью ведущей общенациональной российской газете «Известия». Отношения Казахстана и России вот уже 32 года развиваются только в экспоненте. Две страны активно сотрудничают как в политике, экономике, так и в культуре, обоюдно вливая инвестиции в общие проекты. В своей статье в преддверии визита российского лидера президент нашей страны отметил, что несмотря на турбулентность мировой геополитики, будущее взаимоотношений Казахстана и Российской Федерации светлое. Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем десятилетие подписания договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее, заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами. Это добрососедство и союзничество, имеющее богатое прошлое и блестящее будущее. Ну а в настоящем Казахстан и Россия находят все новые точки контакта. Стороны уже активно обмениваются энергоносителями, металлами, машинами, оборудованием, продовольствием и другими товарами. Главные связующие – нефть и газ. Но вскоре не исключено, что объединяющим ресурсом станет мирный атом, в случае если АЭС в Казахстане построят российские специалисты. С другой стороны, как подчеркнул в статье Касымжумар Тукаев, у многих граждан и экспертов есть оправданные опасения касательно безопасности атомных станций. Это понятно. Учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона, мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума. Углубляют сотрудничество и в образовании. Сегодня в российских вузах обучаются свыше 60 тысяч наших студентов. Для удобства молодежи в Казахстане открывают филиалы, идут навстречу друг другу власти стран в языковом вопросе. Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций. В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ, приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников. Не обошел вниманием президент и состав существующего Совета безопасности ООН, который по сути является пережитком холодной войны. Совет нужно расширять, уверен Касымжомар Токаев, в том числе за счет малых и средних стран, которые по сути на равных несут ответственность за стабильность в мире. Это можно сказать и про Казахстан, который сегодня превращается во влиятельного игрока Центральной Азии, будучи транзитным, гуманитарным и финансовым хабом региона. Казахстан неоднократно, и президент Казахстана Касымжомар Токаев неоднократно заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реструктуризации, потому что там, во-первых, не представлены государства средней весовой категории, к которым, очевидно, относится Казахстан, нет развивающихся стран, поэтому решения Саббеза и обсуждения Саббеза не отражают реальную ситуацию в мире, когда баланс сил уже поменялся, и большое значение в мире имеют именно развивающиеся страны, так скажем, глобальный юг. В этом контексте Казахстан имеет очень сильную репутацию, медиатора, и основная эта диалоговая площадка по решению очень многих кризисных вопросов, будь это сирийский кризис или многие другие. Поэтому Казахстан является очень сильным кандидатом для включения в Совет безопасности ООН. Затронул президент в интервью и тему многополярного мира и роли ООН в геополитическом кризисе. Главный тезис – Казахстан четко привержен нормам международного права. Это важный лейтмотив нашей внешней политики. Что касается политико-экономического противостояния мировых держав, здесь Касым Жумартукаев выразил надежду, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом.